В общем, я сделал дизайн. Не все страницы. Хотя можно и все страницы тоже файлами кэшировать. Ой, простите, кэшировать. Но как бы вот до этого пока еще не дошли руки. Но мы решили проблему другим способом. Дима и он использует вот этот CodeCode. Он вообще крутой. Я прям считаю, что он молодец. Знаешь, что такое HTML теги. Так вот первую... Мы, собственно, кстати, обе статьи из его предложений рассмотрим. Но сейчас по дизайну у нас подходит только первое. Почему в 2017 году на сайтах будет царить дух 80-х? Ух ты. Вообще 80-е тебе кажется хорошей эпохой, Саня, или нет? Ну, как бы... Ну, понятно, что мы не жили. Да, но мне кажется, что хороший. У меня есть и хорошие, и нехорошие впечатления про 80-е. Ну, во-первых, GTA Vice City была в 80-е. И никаких эмоций, кроме позитивных, при игре не возникало. Во-первых, да. Нет, ну то есть был какой-то стиль, да, определенный. Так вот, если мы отклонимся сейчас от каких-то там международных конфликтов, взрывов чего-нибудь там, на где-нибудь там, а именно вот... Яркие цвета. Об этом Керри Казинс будет нам говорить, что был какой-то стиль. Но то, о чем она нам не будет говорить, и что меня бесит в 80-х, это воротники вот эти очень длинные такие, знаешь, раскидистые. А представляешь, она об этом не говорит, а сама ходит в таком воротнике. Да, причем даже женские рубашки такие тоже были, и это отвратительно. Вот прям они меня воротят постоянно. А у некоторых европейских и американских марок все еще есть линейки, в которых такое встречается. Вообще, на самом деле, в последние пару лет было в моде... У нас фэшн, фэшн, подкаст. Были в моде маленькие вот такие воротнички, я Никите сейчас показываю, наши слушатели. Слушатели, просто представьте, как в стикере, который нам сделали, двухсантиметровый, такой невысокий. А в некоторых даже и их нет, по этим, по, как воровайке хотел сказать, вышиванке. Я понял тебя, да. Вот, вот. Поэтому вот эти вот раскидистые на всю грудную клетку, вот ключицу закрывающие вот эти большие воротники, это отвратительно. Ну, а здесь конкретно, я так понимаю, правила какого дизайна? В смысле, что сейчасошний дизайн, это как 80-е? Ну, элементы 80-х врываются в сейчасошний дизайн, если уже оперировать твоими терминами. Давай, так. Статья на веб-дизайнер Депо, от которого лично я уже отписался. Они меня, если честно, расстроили в какой-то момент тупорылыми статьями, переливаниями из пустого в порожнее. Но Керри Казинс, она же на высоте, и она даже тут умудрилась засунуть свои лапы. Куда, простите? Ну, на сайт. В теплое место? В админку этого сайта, чтобы отщелкнуть статью лишнюю, дополнительную. Так вот, она говорит, что в принципе все тренды, они же волнами идут. И всегда последняя волна, точнее нет, последняя волна, которая пришла в веб-дизайн к нам, это 80-е. То есть яркие цвета, они ворвались в флет-дизайн, и геометрические всякие узоры, тоже такие яркие, вызывающие, они очень легко и хорошо легли вот на эту почву из флет-дизайна, который в принципе никакими сложными формами и не отличался. Поэтому в уже существующую вот эту вот питательную среду для бактерий внедрились вот эти бактерии из 80-х. Так, для многих, говорит, дизайнеров 80-е это прям флэшбэк в молодость. Поэтому в принципе поддержали чуваки. И вот, говорит, давайте посмотрим, почему 80-е это бомба, этот стиль. Давайте подумаем, как использовать этот тренд к себе на пользу. Она здесь где-то говорит, я не помню в каком из пунктов, я сразу скажу, потому что для повествования будет лучше, если я скажу об этом сразу. Она говорит, почему важно быть в тренде? Не просто потому, что чтобы вас там лайкали на дрибле и больше заказывали. Просто потому, что люди, которые на сайтах будут ходить, они-то тоже знали 80-е. И для них это все будет интуитивно понятным. Потому что вот, давайте, говорит, ну вот будем откровенны, это можно называть ретро уже сейчас. Ну, можно, можно. И как бы, говорит, нам всем не было грустно, что как бы наша молодость это уже ретро. Ну, Керри Казинс езжет за 30. Стало быть, как бы, видимо, 80-е-то это прямо за бубльгум ходило, за жвачкой. И в лосинах причем. Возможно, да, прямо в таких рваных синих. Так вот, ну в смысле она маленькая была, падала, коленочки разбивала. Так. Вот, ну говорит, ладно, давайте не будем сильно уже жестить модерн ретро, современное ретро. И вообще, почему, что такого вот такого старого кажется? Потому что только первые экраны тогда появились. И в принципе, уже можно не, так сказать, именно экраны, я так понимаю, цифровые уже более или менее. То есть ламповые, это хреново, она еще в 60-е была телевидение. Но вот те самые первые экраны Nintendo Gaming Systems и прочих вот этих приставок 8-битных. Сколько? 8 же они, да, были битные? Nintendo Switch, возможно. Nintendo Switch еще не, вот тогда. Вот, в общем, пикселизованный вот этот весь дизайн и на постерах, и на, так сказать, обложках альбомов музыкальных. Вот это все, оно прям взывает к чувствам, к тому, как вот... Мне, правда, сразу, ну если уже говорить про мою молодость, были 90-е, и вот эти вот обложки аудиокассет от Gorillaz и так далее. Ну там, конечно, более мрачный стиль уже, такой андерграундный, с граффити и так далее. Это уже, ну, это стопудово не 80. Но они-то вот, наверное, вот с теми самыми, с такими же аудиокассетами ходили. Возможно, даже... Ну нет, ну, наверное, да. Раньше аудиокассет еще бобины были, но тогда это уже не то. Ну, мне кажется, да, конкретно 90-е более мрачные, чем 80-е, поэтому действительно 80-е очень яркие, красочные, сочные такие. Да, и она говорит, что именно вся эта яркость, красочность и сочность ее очень легко использовать в веб-дизайне, потому что, ну, просто можно ошеломить крутыми анимациями, суперяркими цветами, слайдерами и большой, легкой для прочтения типографикой. То есть гигантские шрифты, слаб серифные такие, с засечками квадратными, жирными. Ну, короче говоря, все прям как тогда было. И говорит, давайте посмотрим, например, на сайт Vinyl Lab. А есть такой сайт Vinyl Lab лондонский. И говорит, эстетически прям полные 80-е. То есть вот яркие, желтые, красные, оранжевые, фиолетовые, сиреневые, розовые. Вот тебе и ответ, что было до кассет. Виниловые пластины. Согласен, забыл я как-то про них. Вот стопудово. И вот даже же сама фактура винила, вот эта вот черная с бугорками, даже ее как фон часто используют. И вот в данном случае Vinyl Lab здесь как бы лик города. Я не знаю уж какого. Может быть, Лондон опять же. Хотя, судя по башенкам Нью-Йорка. Ну, типа Нью-Йорка что-то, да. Вот. Видишь, оно в форме виниловой пластинки. И вот эти вот, то, что я сказал, фактура, полосочек, они здесь тоже как улицы типа. И как горизонт изображены. То есть прям вот они использовали это по смыслу. Но, говорит, уникальность в том, что когда мы скроллим этот сайт, в принципе, он весь адаптивный, крутой и современный. То есть не то, что там он будет сверстанный таблицами, как первый сайт Microsoft. Хотя это было в 94-м году. То есть, ну, так скажем, технически все прекрасно. Кстати, геометрически вот эти формы, большие, квадратные, ломанные, это тоже прям характерно для 80-х. Посмотри на вот это меню, которое одно внахлёст на другое прям. И вот у нас в Челябинске, я не знаю, как в других городах, точнее знаю, что никак, есть сеть при Тибете. Это типа американские дайнеры тоже с вот этими розовыми неоновыми вывесками. И оно там тоже все квадратное, полосатое, шахматное. Ну, в смысле, шахматный узор, кафель там, переднички у официанток и вообще. Но это у нас мегаполисовская тема, поэтому в других городах, наверное, и нету. Но очень все красиво и здорово сделано. Ну, хотя они всегда просто были в этом стиле, поэтому им сейчас... Ну, там-то совсем ретро-ретро прям. Там вообще какие-то, 50-е? Ты думаешь? Мне кажется, да. Ну, я не готов с тобой просто спорить. Но судя по автомобилям, да, что-то прям... Хотя нет, там же не по... Там просто, когда был этот... Элвис Пресли, вот это все. Ну, а когда вот был... Я даже это не знаю, просто вот мы здесь с тобой... Мы здесь, да. Мы не совсем историки музыки и историки моды. Ну, я сейчас тебе скажу. Ну, давай. В 35-м он родился. А пригодился он как в каком? В 54-м. Ну, да. Возможно. Возможно все-таки что-то более раннее. Ну, неважно. Идем дальше. Второй пункт. Узоры и шейпы, формы. То есть они все визуально интересным предлагают. А они в 80-е прям были популярны. В том числе, например, гавайский узор. Мы здесь видим. Он очень даже повторяющийся. И по 80-м. Геометрические вот эти узоры с пирамидками. Сразу Pink Floyd вспоминается. Я уж не знаю. Ну, помнишь вот этот? Ну, да. Я понимаю, про что ты? С призмой. Альбом. Не помню, как он называется. Меня сейчас вообще. Да. Я согласен. Ну, я помню. В каком-то из других подкастов я говорил, как он называется. Сегодня уже забыл. Причем мне вот это вигвамы напоминает больше. Вот эти треугольнички. Ну, понимаешь. Трампу, возможно, тоже бы напомнил это вигвамы. Он бы выстелил всех сразу вместе с мексиканцами, индейцами и так далее. Причем, как индейцев можно выселить? Они же... Он, я думаю, сможет. Короче говоря, вот эти все геометрические формы, это тоже прям по 80-м. Третье, это влияние моды. В том смысле, что даже по версии журнала W, а есть такой журнал, в одежде тоже будет тренды по 80-м. И поэтому нет смысла игнорировать это в дизайне сайта, потому что оно все равно будет вокруг нас везде. Здесь вот она в этом отношении говорит. Можно под текстиль что-то делать. Прямо на сайтах. Визуальные элементы там и так далее. Неоновые вывески. Если уже мы будем это видеть вокруг, как она говорит, от топов до леггинсов, то почему бы не использовать это в веб-сайт? Четвертое, Memphis Design. И была такая Memphis Group. И в 2080-м году это были дизайнеры интерьеров. Вот есть Memphis Style такой, сформировался. И это такой плоский, обычно векторные элементы в силе мультиков. Так. Особенно очень контрастные они здесь. В данном случае логотип Cartoon Networks, это мультфильм, канал с мультфильмами. У нас даже в 90-е у богатых друзей было кабельное, и там вот было Cartoon Networks. Я даже не помню, если честно переведенную. Ну, скорее всего, нет, да. Ну, вот да. И прям считается, что вот это вот Memphis Style, и он тоже популярный. Ну, согласитесь, опять же, все квадратное, все яркое, крупное, жирное. Знаешь, что мне это напоминает, опять же, немножко в сторону от скотча? Раньше же были популярны всякие сериалы, типа Коломбо. Ну, да. И очень часто использовался такой ход, когда чувак какой-нибудь там, кого-нибудь там или убил там, или, не знаю, взял в заложники, да, и он пишет записку, и он записку вырезает из газеты. И разные буквы из газеты вырезает. Знаю, да, каждую буковку. Это причем даже вот в Elementor, опять же, моем любимом, там был чувак-британец, который вот этот из большого куша, лысый, гигантский. И он там послание вырезал как раз из газет. Оно еще для чего сделано? Чтобы каллиграфически нельзя было почерпь сочетать, и вообще многие вещи. И даже не из одной газеты, что нельзя понять, там, о, это газета там из Times, там, с такой-то угла 5 и 14, и все плохо. Ну, я не знаю, относится ли это сильно к 80, но, допустим, продолжаем. Ну, видимо, вот этот Memphis Style, просто, понимаешь, в газетах тоже их из-за того, что из заголовков берут обычно все эти буковки, они тоже крупные, такие жирные и так далее. Поэтому вот, да. Пятый пункт, пространство, сколько, точнее, пространство, космос и темные стили, они нам интригу некоторые предлагают. И это, оказывается, тоже в 80-е пошло. Ну, то есть, вспомни, Звездные войны, они же были на рубеже 70-х, 80-х, 78-й, 80-й, 82-й примерно, выход. Так. Четвертого, пятого, шестого эпизодов. И вот, сейчас есть всякие обложки, вот даже у National Geographic, Mars, новое шоу у них такое, вот такое все темное, с большими яркими буквами на фоне этого темного, это тоже считается 80-й. Хотя, вот, конкретно этот пункт, он вот на все времена. Мне это всегда нравится. Хотя, я сейчас вспомнил Стивен Спилберг, Инопланетянин, помнишь фильм? Ну, плохо, но помню. Ну, там он мимимишный, что он в конце умирает, его дохренно жалко, его ИПЕК, еще ребеночек с ним там присил, взвал. Ну, окей, давай. Вот, вот там, по-моему, тоже, вот я сейчас Инопланетянин, Спилберг веду в поисковой системе Google. Ну, там очень вообще популярна была в то время эта тема, на самом деле. И там вот у них пальчики, вот так вот, по картине, божественные, скрещиваются. Ну, да. Интересная картина. Мы сегодня настолько, короче, максимальной невежды, что, я думаю, в комментариях у пацанов бомбанет. Посмотри, невежда. И ИТИ Стивен Спилберг. Вот. Да-да-да, это круто, это круто. Очень крутая обложка, слушатели просто представьте, там как Science Fiction из 80-х, такой вот, как первый неизданный постер из Звездных Войнов, где Люк вот так вот держит сверху меч, ну, понимаешь, это нас ведет к тому, что можно, можно, наверное, здесь откровенничать, сказать, что вот эти книги, когда делают, тоже про всякие там, именно трешаковые книги, именно всякий треш, и там про космос какой-нибудь дерьмо пишут, там все обложки именно вот такие, короче, Science Fiction. Ну, видимо, в 80-е это началось все. Ну да, может быть. И шестое, влияние материала и флета будет дальше доминировать, просто потому что по всем этим легким паттернам и текстурам они прям подходят. Просто яркие, цвета яркие, выкручиваешь, и все. И прям, даже здесь обложки с SoundCloud'а какие-то прикладывают странные, непонятные, просто вот набор квадратов каких-то, залитых заливкой, простите за тавтологию. Ты должен что-то понимать, это в Paint'е можно такое сделать. Вот да, но я смотрю и прям 80-е. Седьмой это миленькая иконографика. Я не уверен, почему именно это уже 80-е. Но опять же, вот маленькие пальмочки, маленькие вот всякие другие символики, это прям по 80-м. И здесь вот сайт Little Flyers, маленькие летуны, летатели. Маленькие мухи. Да. И у них вот здесь большой желтый фон и хоп, листочек небольшой, прям вот так на кнопочку наезжая. И здесь вот птичка такая, как оригами, сложенная с бумагой. Это скарабукинг уже пошел какой-то. Да, мне сразу вспоминается, вот у нас в Библиоглобусе, это не реклама, Библиоглобус, кстати, не только у нас, большая федеральная сеть, классная, здоровская. Там есть отдел с переработанными всякими блокнотами, ЭКО. И там они тоже такие, знаешь, из коричнево-желтой такой бумаги переработаны. Ну, там-то в натуре элементы, если вы даете, в них писать. Согласен, да. И там вот как раз один листочек, лепесточек есть. Вот, видимо, это в 80-е тоже все началось. Отлично. Или вот бумажные пакеты, как в Макдональдсе, они должны быть полностью вот этого вот цвета сплошного и сзади какой-нибудь вот этот значок «Ресайклд», когда три стрелочки переплетаются зеленые. Слушатели, просто представьте. Мне хочется попросить наших слушателей, которые жили в 80-е, написать, так это было на самом деле. Может быть, у них сейчас уже татуировка? В наши 80-е, в российский, СНГшный, СССРовский, я думаю, было немного по-другому все. Там все фарцовщики ходили? Да, там уже все фарцовщики джинсы просто перевозили и все. Идет радиодеталь. Окей. Ну, это мы так, мы так видим, мы же не жили. Поэтому, да, обязательно напишите в комментариях, причем даже можете в комментариях на сайте, уже будучи зарегистрированными, писать. Там фидбэк тоже чрезвычайно важен. Мы хотим наш сайт прям в такой кабачок, в контину превратить, чтобы туда приходили все обиженные, хотел сказать, все заблудшие души и могли спокойно пообщаться на любую тему. Ну, да. В том числе на тему, как оно в 80-е-е-то и жилось. Ну и восьмое, опять же, жирные цвета для экранов. То есть, большие гигантские шрифты и надписи прям во весь экран все это 80-е. Хотя, казалось бы, тоже на все времена такой пункт. Ну, в общем, Керри Казинс выжила прям это, вот как сказать, из пальца выдавила. Вот мы 20 минут уже обсуждаем. Высосала? Высосала, да. Не хотела это слово говорить, но да. И вы, говорит, вот видите, влияние 80-х везде, в поп-культуре, в моде, в музыке. Поэтому давайте в веб-дизайне тоже сделаем, чтобы как бы синхронизироваться со всеми остальными сферами жизни нашей. Окей. И не будем, говорит, это... Насыворотить? Да, да. Пусть, пусть все идет как идет. Ну, нам, мы свое мнение будем говорить, 80-е как? Ну, вот приглушенные 80-е как пакеты переработанные мне прям сильно нравятся. Некоторые пирамидки и так далее тоже, если вот не супер вот эти вот кислотные цвета, а хотя бы хоть ну, как-то удобоваримые, то круто. А если вот именно... Хотя стоп, ну, неоновые трубки тоже розовые мне нравятся по Vice City. Приглушенные, опять же. Ну, ночью. Они ночью как бы все равно будут приглушены, а днем они не будут гореть, поэтому... Да нравится мне, мне все нравится, в принципе. Я настроением любого готов проникнуться, даже если это будет 90-е киберпанк и зеленый текст на черном фоне по Матрице. Я даже и этим проникнусь, мне все нравится. И этим-то еще больше я проникнусь, на самом деле. Согласен, да. Я поэтому про это и вспомнил, что это было бы еще круче. Да нет, 90-е, я вот так сейчас просто мы с тобой обсуждаем, 90-е как-то нам ближе в любом случае. Вот все, что ты говоришь, 90-е киберпанк, все, что там было. Там даже был супер стиль гранж, который начинался там еще с Нирваны и с всего этого. Ну, он в конце 80-х тоже уже был. Да, да. Все более мрачное, но оно все равно более какое-то прикольное, чем 80-е. 80-е слишком далеко для меня. Ну, ну, короче, тем не менее, прикольно, будем следовать трендам. Да, мне сейчас платья с высокими поясами еще почему-то придумались, хотя они тоже были уже и в 50-е, знаешь, такие однотонные платья или горошек, но подпоясанные белым поясом, например, или в тон, наоборот, белый и красный. Блин, сережа зверевая. И на двух лямках платья вот с такими объемными они именно сзади завязываются. Ладно, все. Сережа зверев, он вообще к моде имеет отношение или нет? Я очень надеюсь, потому что... Потому что я бы Славу Зайцеву все-таки упоминал. Субтитры сделал DimaTorzok